Всем привет! На связи Академия Росатома и я Варвара Буева. Сегодня мы ответим на вопрос, что называют мышлением будущего и как научиться его применять. Когда я говорю мышление будущего, о чем вы думаете в первую очередь? Об искусственном интеллекте? Об умении управлять вещами на расстоянии? Обживленном в мозг чипе с суперпамятью? Все гораздо интереснее. Лучшие умы мира в один голос заявляют. Мышление, которое нам крайне необходимо в будущем, в вуком мире, в эпоху мировой цифровизации. Это мышление, которое позволяет быстро реагировать на изменения, создавать качественно новые продукты, рассматривать ситуации с совершенно разных точек зрения и предлагать нестандартные решения различных ситуаций. Именно такой способ мышления есть мышление будущего, а называется оно латеральным мышлением. Еще не знакомы с таким термином? Давайте разберемся, что же он означает. Итак, исследователи выделяют два типа мышления – конвергентное и дивергентное мышление. Конвергентное – это аналитическое, очень логичное, структурированное мышление, такое мышление требуется, если спрашивают, который час, сколько в году дней, как управлять автомобилем или как посчитать корень из 256. Противоположностью конвергентному аналитическому мышлению является дивергентное мышление или так называемое нестандартное творческое. Такое мышление требуется, если необходимо создать что-то новое, написать статью или сотворить новый продукт, например, называемый подкаст, описать характер своего друга или нарисовать его портрет или решить задачку, у которой нет единственного правильного ответа. Но постойте, а где же здесь латеральное мышление? Оно рождается на пересечении дивергентного горизонтального расходящегося творческого мышления и конвергентного вертикального алгоритмизированного логичного мышления. Это так называемое мышление в бок. Именно так термин «латеральное» переводится с английского языка. Это название для мышления у будущего еще в 70-х годах XX века предложил Эдвард Дебона, известный исследователь мышления и на сегодняшний день один из самых авторитетных в мире экспертов в сфере креативности. «Латеральное мышление», — писал Дебона, — «это умение мыслить нестандартно, нешаблонно, используя максимальное количество подходов к решению задачи, которые довольно часто игнорируются человеческим логическим мышлением». Наш ум предпочитает обычные предсказуемые решения проблем, а также последовательные шаги, каждый из которых должен быть логичен, обоснован. Но это не есть мышление будущего. В будущем нам нужны прорывные идеи, квантовые скачки в развитии. Поэтому нам важно использовать боковое, латеральное мышление, которое сочетает в себе творческие основы нестандартного мышления и последовательность алгоритмизированного мышления. Послушайте, ну какой же алгоритм может быть у творчества, спросите вы? У Эдварда Дебона есть ответ и на этот вопрос. Итак, алгоритм латерального мышления, как и все гениальное, крайне прост. Он состоит всего из трех шагов. Первое – выбрать фокус. Второе – разорвать шаблон. Третье – установить логическую связь. Разберемся с каждым из шагов поподробнее. Чтобы включить мышление будущего и найти решение сложной ситуации, первое, что нужно сделать – выбрать фокус. Это значит выбрать какую-то конкретную идею и сфокусироваться на ней. Эта идея будет служить отправной точкой. Без нее невозможно создать что-то новое. Такой фокус может быть сформулирован в виде вопроса, который вас беспокоит, или какой-то конкретной трудности, которая вам мешает. Следующий шаг – разорвать шаблон. То есть необходимо нарушить логику, сформулированной на первом этапе идеи вопроса или трудности, тем самым разорвав привычный шаблон мышления. Это и будет так называемым латеральным сдвигом, то есть отступлением от общепринятых стандартов. Например, посмотреть на трудность как на своего друга или свой ресурс. На сформулированный вопрос как на утверждение, а еще лучше как на аксиому. Получившийся результат может показаться странным или даже абсурдным, но это нормально. На данном этапе работы так и должно быть. Третий шаг – установить логическую связь. Теперь полученное на втором этапе нелогичное или даже абсурдное заключение необходимо приземлить или рационализировать, придать некий алгоритм полученному решению. Этот шаг является самым сложным и требует немалых усилий, однако именно благодаря ему можно получить нечто принципиально новое. Гениальное решение затянувшейся проблемы. Ответ на вопрос, который вас так долго мучил. Если все сделали по алгоритму, у вас должна родиться новая идея и тот самый квантовый скачок, который поможет вам подняться на новый уровень мышления. Как же развивать себе латеральное мышление? Во-первых, конечно же, практиковать алгоритм. Фокус, разрыв шаблона, установление логической связи для решения всех сложных ситуаций. Что еще? Ежедневно делать что-то новое, что-то, что не делали раньше, выбирать новые маршруты, новую еду, читать ту литературу, которую раньше даже не открывали. Вот прямо сейчас. Переложить телефон в другую руку и писать сообщение другой рукой. Рисование, лепка, игра на музыкальных инструментах будут также хорошими упражнениями для развития латерального мышления. На самом деле, упражнений, которые тренируют наше латеральное мышление, очень много, но о них мы поподробнее расскажем в следующих подкастах. С вами была Академия Росатома и я, Варвара Буева. Мыслите прогрессивно.